Золото и пурпур осенней природы, шуршание листьев под ногами, зеркальная гладь прудов. Таким встретил нас парк скидские пруды. Среди всего этого великолепия разместился памятник писателю Михаилу Михайловичу Пришвину. Жители Сергеева Посада хорошо знают и ценят своего земляка. И писатели этого знаю, в школе проходили, и нравится мне очень даже. Очень такое, знаете, тепло какое-то идет, успокоение. Памятник появился в этом месте совсем не случайно. Буквально в двух шагах на Вифанской улице находится дом, где жил писатель. Каждое утро он выходил на прогулку и шел через этот парк в сторону Черниговского леса. С собой самое необходимое. Блокнот для записей, фотоаппарат и обязательно охотничий пес. А как иначе? Опытному охотнику без него никуда. Но могут ли нынешние жители города назвать породу собаки, запечатленной в памятнике? Спаниель, мне кажется. Я не разбираюсь особо в собаках, но мне кажется, спаниель. Наверное, гончая какая-то охотничья собака. А точно породу можете назвать? Может, русская гончая? Я даже не знаю. Ну, похоже на русскую гончую. Но это лабрадор, нет? Охотничья эта собака. Спаниель. Писатель шутливо утверждал, собаки вывели меня в люди, отдавая дань той роли, которую они сыграли в его творчестве. Давайте же и мы вспомним об этом верном друге, который стал еще и героем одного из произведений Пришвина. Известного писателя и охотника Михаила Пришвина жители Сергеева Посада часто видели в сопровождении собак. Одна из его любимец – немецкая легавая по кличке Нерль и по сей день сопровождает своего хозяина. Существует обычай – если потереть собаке нос, сбудутся самые заветные желания.